Три часа ночи, но в это время в лагере уже никто не спит. В этот раз работал сигнализатор на спиннинге Юрия Эль Диабло Гризенди. И кажется, что его сом будет намного крупнее предыдущего. Субтитры делал DimaTorzok Но далее он активизируется и снова уходит от нас в глубину. Нам точно понадобится лодка, и Филипп уже готовит ее. Это будет экстремальное ночное вываживание в полной темноте посредине реки на маленькой двухметровой резиновой лодке. Ну а другого мы и не планировали. Продолжение следует... 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 Идаранж донатак ком са? Субтитры делал DimaTorzok Сейчас наступает самый ответственный момент. Юрий подвел самок лодки. Задача Филиппа схватить это чудовище за нижнюю челюсть и попытаться втянуть его через борт. Длина лодки 2 метра 20 сантиметров. Внутри 3 человека, снасти и мотор. Сом примерно по 2,5 метра и весит точно за 100 килограмм. У Филиппа не совсем простая задача. Субтитры делал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Это невероятно! Субтитры делал DimaTorzok Два метра пятьдесят сантиметров Два метра пятьдесят сантиметров Два метра пятьдесят сантиметров Это настоящий речной монстр. Более 100 килограмм. Я очень доволен. Я не могу выразить свои эмоции. Большое спасибо моим друзьям. Изабель, которая находилась на берегу, и светила нам фонариком, указывая обратную дорогу. Мы прошли не менее двух километров по реке на резиновой лодке, одержав победу и взяв этого огромного сама. Великолепный результат. Чао-чао. Браво. И merci encore. Спасибо. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...